Работа по цветоводству в институте началась в 1938 году и к настоящему времени в госреестр селекционных достижений благодаря в НИИСО включены более 80 сортов по 20 цветочным культурам. Главным по цветам в институте справедливо называют Геннадия Левко, доктор сельскохозяйственных наук, единственный в нашей стране селекционер, создающий новые сорта горошка душистого. Сама королева Англии, побывав в 2000 году на цветочной выставке мировых селекционных достижений в городе Веслей, признала их необычность и красоту. Работу с цветами Геннадий считает своим призванием. Родители меня всю жизнь обрекли на это дело красивое, потому что Геннадий, я недавно узнал в переводе с древнегреческого, земледелец. Я вот это все земледелец всю жизнь с пяти лет. Тогда в пять лет он поставил свой первый опыт, взял пыльцу с красной бегонии и нанес на белую. Первый эксперимент не принес успеха, зато сейчас Геннадию принадлежит авторство 60 сортов различных цветов. Наш герой, в отличие от большинства мужчин, не просто дарит своей жене цветы, он создает их в честь своей любимой. Ну а вот этот сорт я назвал, чтобы сделать подарок своей любимой жене, назвал Галина Левко. В институте до сих пор бережно выращивают, размножают более 40 сортов садового ириса, автором которых является ученый в ней сока, известный селекционер Ирина Дрягина. Во время Великой Отечественной войны она была штурманом и комиссаром в знаменитом женском авиаполку ночных бомбардировщиков, известным на весь мир как ночные ведьмы. В селекционной практике названия новых сортов часто связаны или с интересными людьми, или с важными в жизни событиями. Она, когда стала заниматься селекцией ирисов, то многие названия получили в память о боевых подругах или в честь, которые еще ныне живут. Ей самой-то в этом году исполнилось 95 лет. Вот такое чудное место есть в Одинцовском районе. Здесь представлено более 300 различных образцов этих прекрасных цветов. Каждый из них неповторим. Ирисы имеют не только свой особенный цвет, форму и рост, но и свой особенный неповторимый запах, который, к сожалению, через экраны телевизоров передать нельзя. Ирис – цветок редкостной царственной красоты. Он олицетворяет одно из красивейших явлений природы. В переводе с греческого «ирис» означает «радуга». Садоводов эти цветы устраивают своей неприхотливостью, устойчивостью к холоду и жаре. Кстати, институт можно посетить, чтобы лично полюбоваться этой красотой. А при желании – приобрести саженцы этих и других прекрасных цветов. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».